Поступок достойный уважения совершил столичный школьник. Нет, парень никого не спасал из огня или воды. Илья Шавиков нашел портмоне с банковскими картами и деньгами, причем с немалыми, и вернул его хозяйке. Но сделать это оказалось непросто. Как молодой человек искал владелицу 112 тысяч тенге, расскажут мои коллеги. Илья Шавиков рассказывает, что возвращался из школы и увидел на асфальте портмоне. Молодой человек, не раздумывая, сразу положил его в карман. Но уже тогда точно знал, что вернет кошелек владельцу. Дома, посмотрев документы, начал поиск хозяина. Сначала в социальных сетях вдруг кто-то разместил объявление об утере. Но совпадения не нашлось. Я сначала предпринял попытки саму найти девушку, но не смог и обратился позже в ДВД. И на следующий день, как я обратился, с мамой уже позвонили нашу девушку. Найти хозяйку портмоне помогли сотрудники бюро находок. Они также пригласили Илью, который вручил девушке портмоне со всем содержимым. Благодарила она за такой поступок не только юношу, но и его родителей. Бюро находок работает при департаменте полиции города Астаны. Сотрудники принимают только утерянные документы. После по базе находит контакты владельцев. У нас работает вообще давно, с 80-х годов. К нам приносят утерянные документы просто простые граждане, жители города Астаны, также сотрудники полиции. Вы приносите, вы приносите, мы уже по расписке принимаем. Вы сами там пишете, что вы мне отдаёте. Вот, допустим, вы нашли портмоне, а там только документы, денег нету. И вот мы всё пишем, перечисляем, что там было, какие документы. Своего хозяина пропажа ждёт один год. Это максимальный срок хранения вещей в бюро находок. Здесь работают только два человека, но они регулярно публикуют на сайте департамента полиции весь список найденных документов. У нас раз на раз не приходится. В ноябре месяце у нас было 80 документов. Там и паспорта, и удостоверение, и водительское удостоверение. Допустим, в ноябре 80 штук было. А в декабре уже где-то штук 15.